Чтобы создать эту зеркальную маску, потому что, как вы понимаете, певец в маске подобного рода с закрытым ртом и носом петь не может. Мы обязаны проделать целую конструктивную работу для того, чтобы выполнить требования, которые важны для меня, то есть получить зеркало на сцене и в то же время сделать так, чтобы певец смог в этой маске петь. Художник по костюмам Татьяна Ногинова приехала из Санкт-Петербурга в Самару, чтобы создать образы героев оперы Джузеппе Верди «Бал Маскарад». Премьера намечена на 16 апреля. За два месяца швейная мастерская должна смоделировать порядка 300 костюмов и столько же масок, как для хора, так и для солистов. Портной Марии Рыкова новой работой довольна, хоть и приходится иногда засиживаться до полуночи. Главное, чтобы костюмчик сидел и участники спектакля на сцене выглядели великолепно. Актеры, люди творческие и на примерку приходят, когда есть настроение. Иногда подгонка деталей одежды происходит прямо во время репетиций. Это достаточно нормальное явление, потому что в любом случае, когда человек стоит в примерочной, это одно. Когда он начинает двигаться на сцене, это совершенно другое. Ему что-то может быть неудобно, что-то надо поменять, что-то добавить. Это в любом случае это работа такая. То есть это бывает часто. Работа над костюмами для оперы началась в конце прошлого года. Рисовали эскизы, создавали рисунки, подбирали ткани. Все натуральное. Материал, популярный в США в 50-х годах 20-го века. Твит, шерсть, деним, всем известные джинса, плащевка и зеркальный пластик. Будет два силуэта. Брутальный мужской и женственный. Совокупный образ Марлен Дитрих и Марлин Монро. Перед художниками стоит непростая задача. Костюмы должны не только создать внешний образ героев оперы, но и раскрыть их внутренний мир. На уровне костюмов мы стараемся решить эти вопросы цветом и фактурами. И опера это как раз очень благодатное поле для решения именно таких задач. Чтобы нам создать у зрителя психологический диссонанс. Чтобы его на сцене непременно раздражала какая-то фактура, чтобы чувство тревоги рождалось у зрителя. Художник по костюмам Татьяна Ногинова приезжает в Самару уже не первый раз. Она работала над костюмами для балетов «Бахчисарайский фонтан» и «Наяда и рыбак». Руководство театра не скупится на гонорары и приглашает к сотрудничеству лучших мастеров своего дела. Ногинова лауреат премии «Золотая маска». Четверть века проработала в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Ее работы можно увидеть на сценах многих театров России и мира. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.